дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами кадром рауфи у нас сегодня обзор рынков как обычно разберем новостной фон посмотрим что нас ожидает и какие есть целом прогнозы от чего можно отталкиваться что произошло и по фондовому рынку фондовым индексом по forex парам основным и пройдемся по сырьевым по рынку защитных активов тоже естественно посмотрим ситуацию и на крипто рынке посмотрим что нас ожидает по движению крипто активов то что у нас есть на платформе нашей не забываем что у нас начались интересные акции в компании на главном сайте можете об этом читать прочесть и демоконкурс который продолжается и нужно обязательно вам будет они тоже узнать поскольку это довольно интересная возможность для того чтобы кроме того что вы сможете помощью демоконкурсом испытывать себя в качестве управляющего и в целом вообще трейдера в течение трех месяцев и по итогам есть 51 мест занимая которых вы сможете выиграть довольно существенный денежный приз который будет начисляться вам на торговый счет и это реальные деньги которые вы можете будете можете торговать в общем и себе зарабатывать пожалуй начнем с ситуации которая сложилась сегодня на фондовом рынке фондовый рынок сша по двум факторам целом находится последнее время как вы знаете основной фактор это который будет все равно давить на фондовый рынок сша это выступление форес это выступление главы федеральной резервной системы открытого рынка федерального о том что повышение ставки будет ценят неоднократной 3-4 раза адекватная оценка вроде бы но может повышаться не на 25 процентов 0,25 процентов но и на 0,5 0,75 или даже один процент за один раз поэтому это стоит обращать внимание на выступление фары сша обязательно нужно обращать внимание потому что они зачастую за последнее время они стали очень сильно ястребенными вот у них тонн очень сильно такой же за ужесточение монетарной политики что он повлияет с каждым вот разом каждого выступления повлияет на курс доллара довольно благоприятно при этом он очень сильно начинает ставит под давление как говорится цену индексов снп и доу-джонса которые если вы помните вот совсем недавно начали снова укрепляться на почве того что учение российских войск закончилась в белоруссии в крыму ну просто войска опять же перемещают с крема в беларусь с белоруссии в крым но на этом очень сильно отыгрываются западной семьи и естественно как вы наверное уже знаете есть такая цель по факту у запада цель того чтобы европу перевести на свой на свои стыке на свой газ и америка уже целью этого начало движение начал договариваться даже с поставщиками нефти для западной европы чтобы нефть поставлялись не через россию не через там украину и так далее а через просто через арабских стран чтобы они экспортировали в западную европу нефть и тоже по поводу газа соответственно тоже сша сам хочет забрать себе как бы западный регион с другой стороны есть еще очередная проблема о том что опек как бы не может увеличить объемы по добыче нефти очередная проблема и следующее заключается в том что ну как бы европа как бы не хотел не может избавиться и дальше сего угла за нефти полностью естественно придется им как то наверное по итогам завершения вот этого всего бардака договориться договариваться то есть если бардак который сейчас пока продолжается это паника которая распространяется через серии через слимсовой информацией в целом и создают определенный бардак на фондовом рынке то есть приводит тому что фондовый рынок россии будет падать фондовый рынок Украины падает, фондовый рынок США тоже очень сильно под ударом, потому что они как бы занимаются, их сами зачастую и опубликуют информацию о том, что обостеряется ситуация. Но как, наверное, вы уже знаете ситуацию с точки зрения геополитики, с точки зрения военной аналитики, с точки зрения разных политических анализов, совсем другие вещи важны и более важная сейчас тема по факту, которая поднимется обязательно по итогам февраля, он будет подниматься еще раз, это торговые отношения Китая-США и то, как они будут между собой контачить. США не удовлетворен Китаем в плане исполнения обязанностей по торговому сделку первой фазы. Естественно, это будет плохо отразиться на фондовом рынке в дальнейшем, в будущем и на фондовом рынке Китая и так далее. Прогнозы говорят о том, что банки сейчас, мы, конечно, это все разбирать не будем сильно так долго, но крупные банки заявляют о том, что по факту есть шансы байбеков и на фондовом рынке США даже в первые полугодия, и особенно на рынке Китая. Это продолжается, этот оптимизм продолжается касательно китайского рынка. Они уже начинают накачивать свои рынки деньгами, и поскольку они пузырь финансовый сняли, начали снимать еще полгода назад, естественно, они уже приступают к упрощению монетарной политики. Естественно, будут прокачивать деньгами. А США наоборот. Поэтому есть тут такие приблизительно прогнозы касательно нефти и золота тоже приблизительно прогнозы не из худших, поскольку и нефти и золото, и нефть на почве того, что просто предложений нефти-то нет на самом деле, и спрос будет увеличиваться и будет дальше расти. С омикроном, с новыми штаммами коронавируса все уже решено. Давно-давно особо хайпа по этому поводу нет, пока не появится новый вирус, наверное, уже. Соответственно, под влиянием каких-то будущих карантинов спрос нефти не будет сильно оказаться под ударом. По касательному фондовому рынку России тоже есть момент. Россия все равно будет компенсировать убыток, который, возможно, он получит в будущем из-за выхода из западноевропейского рынка в помощи китайского рынка, в помощи главного потребителя, например, нефти, который является Китай. И вот эти все моменты говорят о том, что по факту есть сейчас некая паника на рынках, которую лучше воспринимать как можно с точки зрения логики, а не с точки зрения именно того, как нам это пытаются донести средства массовой информации. Это факт. И мы, пожалуй, начнем уже с технического анализа. Проведем быстренько технический анализ по основным активам. Сегодня 17 февраля. Экономический календарь. Достаточно богатый. Есть некоторые негативные прогнозы по экономическим показателям США, которые могут снижаться. Единственный момент... И они все, кстати, будут опубликоваться в 4.30 по МСК сегодня. Единственный позитивный момент касается тому, что число первы ищенных заявок на получение пособия по безработице в США будет идти на понижение. В случае, если фактически данные будут ниже или равно. Ну, прогнозом, то, естественно, это позитивно. В моменте можно позитивно поглядеть на курс доллара. Но две остальные ожидания негативные. Соответственно, на это стоит обращать внимание. Начнем обзор с технического обзора, с технического анализа среднесрочных таймфреймов 4-часовых Dow Jones, S&P 500. И посмотрим, что происходит на фономерах США. А вот это было укрепление, которое случилось по итогам того, как уже завершилось. То есть, военные учения России подходят к концу и так далее. Да, естественно, есть информация о том, что все равно войско никуда не уходит. И бла-бла-бла. Но до конца февраля есть время Америки убедить Западную Европу в том, что ему нужен американский газ и арабская нефть. Поэтому пока это время не пройдет, пока они не убедят Западную Европу в том, что на самом деле им придется перейти на другой газ, другой нефть, частично хотя бы. Эта ситуация может продолжаться. S&P 500 под давлением. 4 500 таки остается важной отметкой. От него мы отбиваемся, мы его тестируем. Она почти что зарекальная, довольно спекулятивно может еще, обращайте внимание, спекулятивно она еще может пробиться вверх. И особенно, если это произойдет импульсивным образом, потому что тут есть накопление энергии. Если будет у нас импульс вверх, то лучше этому 100% не довериться. То есть, лучше этому вообще не довериться. И просто, возможно, если вы скальпингом занимаетесь, то на 15 минут, то на 5 минут, и, возможно, этим можно будет воспользоваться в качестве спекуляции. Доу Джонс. 35 000 очень важная, важная отметка. 35 000 тоже ослабление под ним. И тоже присутствует вероятность его прорыва вверх спекулятивного. Но, опять же, имейте в виду, что все это спекуляция. Особенно, если в ближайшее время мы получим восходящий какой-нибудь импульс по этим индексам. Еще раз напоминаю, основная причина, то есть, основные причины в том, что по прогнозам до конца февраля, скорее всего, паника на рынках касательно военного положения на границах с Украиной будет продолжаться. С одной стороны. А с другой стороны, ФРС, который будет пока не март, пока не наступит март, он будет только делать, что и заявлять о том, что нужно уже сочетать монетарную политику. И, естественно, это все будет по-своему тоже давить на цену. Но по поводу обновления хаев фондового рынка США, не забываем, это произойдет еще раз до момента основной коррекции или же перехода в совсем нисходящую фазу. У нас еще будет этот шанс, об этом говорили, об этом заявили, об этом, конечно, уже не говорят, но это возможно, это скорее, но просто нужно дождаться этого. По поводу Форекс Пар, как мы уже, наверное, знаем с вами, обратная корреляция фондового рынка США с долларом. Мы разбираем сейчас доллар США, в каком состоянии он находится. Иначе тоже в самом тайм-фрейме. Очень интересный ретест локального сопротивления. Мне кажется, что тут, скорее всего, движение внутри дня будет нисходящим. Сейчас 15 минутку откроем, посмотрим. Отметки более важные, чем 96, вблизи пока еще нету. 96 протестировалось, ну, относительно сложным пробоем. Ниже мы закрепились. Ближайшие, мне кажется, часы будут спускаться вниз. Возможно, американская сессия как-нибудь притормозит спад. Но имейте в виду, что пока еще по доллару нас ожидает спад. Естественно, это говорит о том, что фондовые индексы могут сегодня в ближайшие часы, в течение сегодняшней сессии европейской и американской, могут осуществить восходящего импульсивного движения, о котором мы говорили. То есть, исходя из того, что доллар тоже показывает на 15 минут, и что он способен на то, чтобы сделать нисходящий импульс. Естественно, мы ждем. Восходящий импульс по S&P и так далее. По S&P, по Dow Jones и, естественно, по евро-доллар, фунт-доллар, австралийц, новозеландцу тоже можно внутри дня, скорее всего, дождаться восходящего импульса. Для евро это 1.14, может протестироваться еще раз. Для фунта это 1.36, еще раз, скорее всего, протестируется. Но опять же, имейте в виду, что мы тут и по фунту, и по евро, и по австралийцам, и по новозеландцу все-таки рассматриваем больше продолжение умеренного спада, чем какого-нибудь там восходящего тренда, продолжение восходящего тренда. Потому что мы тут даже по австралийцу видно, что 0.72 довольно важное сопротивление. Мы его протестировали, и, скорее всего, дальше пойдем вниз. Но в ближайшее время не исключается вероятность восходящих импульсов. 0.67 по новозеландцу тоже может протестироваться еще раз, имейте в виду. И дальше у нас защитные активы. Золото, серебро сделали опять еще один восходящий импульс. Как и объяснили, как и обещали, просто с недавних пор золото растет не только на почве этой паники касательно военного положения в Восточной Европе, но и касательно Китая и США, их торговые отношения и о том, что, особенно Китай, с учетом того, что не выполнил первую фазу сделки, то есть условия первой фазы торговой сделки США в Китае, то он будет и дальше расшатать, скорее всего, рынки. Но свой фондовый рынок он относительно спас, особенно после короны, после того, как он его по факту забрал себе обратно и вогнал оттуда большого количества инвестиций иностранной. И по факту он сейчас основной манипулятор на своих рынках. И сейчас прокачивает свой фондовый рынок снова деньгами. Золото. Прорыв сегодня произошел локального сопротивления. Мне кажется, что у вас продолжение движения вверх будет еще продолжаться. 1900-1920 последующей цели. Но имейте в виду, что вот такой импульсивный подъем на дневном таймфрейме, она должна где-то заканчиваться. 1900-1920, максимально 1940. И думаю, что дальше навряд ли. По серебру 24. 24,50. 24.30 последующей цели. И сильно импульсивный ретест локального сопротивления серебро показывает картину техническую, более консервативную. То есть серебро показывает, что локальное сопротивление еще даже не пробито. Естественно, исходя из этого, та же ситуация, что с Dow Jones и с S&P. То есть Dow Jones, если смотреть, он показывает более консервативную картину. Он показывает, то есть то, что по факту он показывает реальные границы, которые есть на графике. То есть по идее серебро может отбиться даже не доходя до 25.50, в район 24.50. Он может по факту отбиться вниз в район 24.20, 24.30 по факту после теста этих отметок. И к франку, доллар и евро, они оба консолидируются. Вероятнее всего, что пока еще в течение сегодняшней сессии будет падать. Но имейте в виду, что мы тоже здесь ждем отбоя вверх. То есть тут даже как бы нижней границы я не вижу, потому что цена может в любой момент развернуться снова вверх. И причем пойти вверх. Укрепиться прямо в середний срок. 1.04 для евро франка и для доллар франка 1.092 приблизительно. Это отметка, от которой скорее всего можно пробиться вообще вверх, то есть укрепиться дальше над ним в средние сроки. А доллар к японцу, то есть ситуация приблизительно такая же, уже тестируется 115, отметка психологическая. Да, потенциал нисходящего движения можно тут дать, но имейте в виду, что все, что сегодня сейчас будет, это спекуляция. Вот, например, тот восходящий импульс S&P, евро, фунта, Dow Jones, там, Австралии, Сан-Авазеландцы, это все. И нисходящий импульс доллар, это все спекуляции. И они завершатся, они закончатся. Паникой воспользоваться с целью того, чтобы раскачать рынки, это удастся, но ненадолго. Основной тренд остается основным. Основной тренд доллара вверх, основной тренд S&P и фондового рынка, но идет по факту вниз, то есть в нисходящем канале идет. И нефть не разобрали, о нем говорили довольно долго, а имейте в виду, что нефть пока еще фундаментально смотрит вверх. 90 долларов тестировалась очень сильно импульсивно, я бы на продажу не ставил. Единственное, что в случае, если доллар сильно начнет расти. Вот, 90 долларов. И тут есть сужение волатильности по итогам укрепления на 90 долларов. Мне кажется, что мы еще имеем потенциально восходящего движения, тут некого приторможения роста, но в итоге нас ожидает продолжение тренда восходящего. Только единственное, что тут нужно дождаться еще некого, скорее всего, приторможения 90, 88, они могут еще раз протестироваться. То есть в течение сегодняшних сессий европейских и американских вот этот диапазон может еще раз протестироваться. Но в целом мы должны укрепляться над ним в течение нескольких дней, ближайших на следующем. Главное всего, чтобы они не закрепились под 88 или же под 90 в середине сроки. И картина не очень реалистична, чтобы мы закрепились под ним, потому что мы очень импульсивно их протестировали. И тут нету дивергенции на 4 сантиме время. То есть тут как бы ставить на продажу в средний срок не стоит. Если дело идет о продаже по нефти, то это обязательно произойдет внутри дня, в интердее. Это возможно осуществить скальпельским образом, очень-очень-очень нужно быть осторожным, и импульсом каким-то. То есть очень-очень картосрочным импульсом. Насходящее движение в ближайшее время. Даже если будет он глубоким, это все спекуляция, лучше от него не отталкиваться. То есть если вы его забрали, то забрали. Если вы не забрали, то не пытаетесь попасть на него в течение дня или нескольких последующих дней. Доллар канадцу, естественно, канадец имеет прямую корреляцию с нефтью. Если нефть падает, доллар канадец растет, евро канадец тоже растет относительно. Доллар канадец больше. Нефть относительно падает, то есть есть шанс продолжения восходящего движения. Опять же, ребята, это тоже для сегодня. Импульс и ближайшее сопротивление, просто уже их видно. Вы видите, что 1.28 приблизительно, это слишком, конечно, далекая цель. 1.28, 1.27.80, 1.27.60. Это отметки, которые в случае, если протестируются, то протестируются, скорее всего, очень сильно импульсивно. А затем цена вернется в нисходящую пазу снова евро канадец. 1.45, очень красиво. В 1.45 выше навряд ли вообще поднимемся, а укрепимся навряд ли. То есть укреплений вверх не будет. Биткоин и эфириум. Кстати, вот тренд основной между долларом, фунтом и евро, европейской валютой, так и остается, европейская валюта будет под давлением, поскольку банк, центральный европейский банк не собирается повышать процентную ставку. Банк Британии возможно этого сделать, но пока еще не факт, но фунт все равно сильнее, а евро пока еще, но доллар в плане политики ФРС, центрального банка Америки, то будет по-любому приоритеть его покупки. Как и со вчера, кстати, говорили по биткоину, относительно продолжается восходящее движение. Мы тут получили дивергенцию, она сделала свою цель, по факту, выполнила свою цель по биткоине, по эфириуму. Была относительно такая дивергенция здесь тоже. И она сделала, по факту, прошла вот то расстояние, которое должно было пройти. 40 тысяч, 40 тысяч отбой вверх, 47,50. То есть отбой вверх от 40 тысяч и уже переразошло, по факту, можете считать. Пока, мне кажется, лучше всего дождаться ретеста 47 тысяч и 50 тысяч. То есть в ближайшее время на позитивном фоне криптовалюты могут они дальше расти. Об этом говорили еще неделями ранее о том, что криптовалюта, у него новостной фон изменился. И, естественно, цена будет дальше расти. Но имейте в виду, что ближайшие локальные сопротивления, они могут после их ретеста, могут притормозить в очередной раз рост цены. Для эфириума это 3400. 3400 для эфириума, который может протестироваться. Для биткоина это 47 тысяч, 50 тысяч могут протестироваться дальше. Очень-очень спекулятивным образом они могут протестироваться. Тут есть накопление в очень красивом виде. То есть это нисходящий канал по ходу развития восходящего движения, сформирование, как говорится, паттерна продолжения тренда. Это нисходящий план. Вот. Друзья, время подходит к концу. В случае, если будут вопросы, пишите в комментариях. Жду ваши комменты. И не забывайте, что у нас в главном сайте указана информация про разные акции, которые у нас есть в компании. И кроме этого еще обязательно воспользуйтесь инструментом, который у нас есть в мета-трейдере. Инструменты, которые у нас есть касательно алгоритмического трейдинга, касательно риск-менеджмента. Риск-менеджера. Про них узнавайте. Они упрощают вашу работу. И не забывайте подписаться на наш канал. В случае, если еще не подписались, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать. Нашли прямые эфиры. У нас бывает прямые эфиры с Александром Михайловичем Керчиком и Сергеем Заводкиным. Также с Виктором Макеевым. До следующей встречи. Всем хорошей торговли. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok